Глава шестнадцатая. Дина бродила взад и вперёд по залу, печально с опущенной головой, вспоминая отрывки молитв, знакомые ей с детства. У неё не было времени, чтобы уделять внимание Марку. Все её силы должны быть потрачены на пилар. Она слышала, как он подошёл сзади, но не обернулась, а продолжала идти шаг за шагом вперёд. Пока не дошла до конца зала и постояла у окна, безучастно глядя на глухую стену рядом стоящего корпуса, она смогла заметить, как он возник сзади, благодаря отражению в стекле. Дина, чем я могу помочь? Его голос звучал приглушённо и устало. Она медленно покачала головой. Я не знаю, что сказать. Он заплакал. И у него перехватило дыхание. Я был неправ, когда подарил ей. Теперь это не имеет значения. Ты сделал это. Дело сделано. Это могло случиться в тысячи других случайностей. Она попала в аварию, Марк. Какое теперь имеет значение, кто был виноват в этом? Кто дал ей этот мотоцикл? Кто? Голос Дины задрожал. «Мой Бог!» Нашу любовь, нашу помощь, поддержку, всё, что ей понадобится. Если только у нас будет эта возможность. Впервые за почти двадцать лет Дину охватило ощущение страха. «А что, если…» Дина почувствовала, как он положил ей руки на плечи, а затем медленно повернул к себе. Его глаза напоминали глаза Пилар, а лицо напоминало лицо очень старого, уставшего мужчины. «Простишь ли ты меня когда-нибудь? За что?» Её голос звучал отстранённо и холодно. «За это! За то, что я сделал по отношению к нашей дочери! За то, что не послушал тебя, когда мне надо было это сделать! За…» «Я ездила встречать тебя в аэропорт сегодня, Марк!» Что-то в её взгляде сказала ему, что её больше не существует. «И он почувствовал, как у него всё холодеет внутри. Ты, должно быть, разминулась со мной!» Ответ прозвучал скорее как вопрос. Он, изучающе, посмотрел ей в глаза. «Нет, я сразу уехала. Я… Я всё поняла, Марк. Мне надо было догадаться раньше, давным-давно. Но я не смогла». Она слегка улыбнулась и пожала плечами. «Боюсь, что я вела себя глупо. И я тебя поздравляю. Она не только хороша, но и молода. В её голосе была горечь и печаль». «Дина». Он сжал её плечи. «Ты делаешь очень странные выводы. Я не думаю, что ты понимаешь». Его попытка оправдаться выглядела неуклюжей. Он был слишком уставшим и расстроенным, чтобы придумать какое-либо подходящее объяснение. Он чувствовал, что его жизнь трещит по швам. Это был очень тяжёлый полёт. И весь день был ужасным. Сама понимаешь. «Молодая женщина заговорила со мной и вправду. Марк, прекрати. Я не желаю слушать это. Она просто догадалась. И это всё. Она не хотела, чтобы её разуверяли, прибегая ко лжи. Пожалуйста, не сегодня». «Дина». «Но он не смог продолжить. В другое время он, возможно, и смог бы. Но не теперь. Он просто не смог сочинить подходящую отговорку. Пожалуйста». Он сразу же отвернулся от неё. Он не мог вынести боли в её взгляде. «Это совсем не то, что ты думаешь». Он возненавидел себя за эти слова. На деле это было именно так, как она думала. До мельчайших деталей. А теперь он почувствовал, что, отрицая связь с Шантал, он предаёт её. «Каждая из них имела право проклинать его. Это не то. Это именно то. Ясно, как день. Что бы ты мне ни говорил сейчас, это ничего не изменит. Всё, что я увидела, почувствовала и поняла, останется при мне». Её слова ранили подобно стреле, сразу в сердце. «Ты, должно быть, считал меня все эти годы очень глупой. Почему ты думаешь, что речь идёт о годах? Чёрт возьми, как она догадалась? То, как вы двигались, как говорили, как она смотрела на тебя, доказывает это. За короткий срок трудно достичь такого рода непринуждённости. Ты выглядел по отношению к ней больше мужем, нежели когда-либо по отношению ко мне». «Что ты хочешь мне сказать?» — он снова обратил на неё свой взор. «Ничего. Мне уже нечего сказать. Ты хочешь сказать, что всё кончено? Что ты уйдёшь от меня, потому что увидела меня с девушкой в аэропорту? Но это безумие, Дина. Ты ненормальная». «Неужели? Разве мы счастливы вместе? Тебе хорошо со мной, Марк? Ты мечтаешь о доме, когда бываешь далеко от него? Или наши взаимоотношения имеют глубокий смысл? Мы уважаем пристрастие друг друга, желания, чувства? «Может быть, мы испытываем блаженство, общаясь друг с другом после всех этих лет? А может быть, всё дело в том, что я люблю тебя?» — сказал он, и его глаза наполнились слезами. «Дина повернулась к нему. Это не имеет значения, если даже это так. Слишком поздно. Они уже избрали разные дороги в жизни. «Что ты говоришь, Дина?» Внезапно он сделался серьёзным. «Я не полностью в это верю. Сначала давай думать о Пилар, а уж потом мы сможем поговорить о нас. У нас всё устроится. Я знаю, так и будет». Он посмотрел на неё с решительным выражением на лице, и усталость, которую она постоянно ощущала, сняла как рукой. «Почему ты так думаешь? Откуда такая уверенность? Потому что я хочу этого». Но, судя по голосу, он не был полностью уверен в этом. «Неужели? Зачем? Затем, что тебе хочется иметь и жену, и любовницу? Мне трудно в чём-либо тебя обвинять. Ведь это так удобно. Где она живёт, Марк? Здесь, рядом? Очень хорошо всё продумано. Так вот, почему он не хотел, чтобы она сопровождала его в поездке в Грецию. «Дина, прекрати!» Он потянулся к ней, схватив за руку. Но она оттолкнула его. «Оставь меня в покое». Впервые в жизни она почувствовала, как возненавидела его. То, кем он был, что сделал с ней, и за всё то, что он не понимал в ней. И на какое-то безрассудное мгновение, ослеплённое всем происходящим, она страстно захотела увидеть Бена. Но неужели Марк был и в самом деле плохим? Разве она была другой, лучше, чем он? В голове у неё затуманилось. «Я не хочу обсуждать с тобой это сейчас. У нас есть о чём думать. Мы вернёмся к этому, когда Пилар поправится». Он кивнул с облегчением. Ему нужно было время. Нужно всё продумать. Он найдёт нужные слова. Он всё исправит. Почти в тот же момент медсестра поманила их из холла. И, поспешив на её зов, они вмиг забыли о своих личных взаимоотношениях. «Ей лучше?» – Марк спросил первым. «Нет». Но она проснулась и спрашивает о вас обоих. «Поговорите с ней немного, но не слишком долго, чтобы не утомить её. Ей понадобятся и те слабенькие силы, что у неё есть». Войдя в комнату, Дина подметила некоторые изменения в лице Пилар. Цвет её лица оставался прежним, но глаза сделались более живыми. Её взгляд, казалось, беспорядочно блуждал по лицам, переходя от одного к другому, выискивая кого-то, изучая, а потом снова пускаясь в погоню. «Здравствуй, любимая. Мы снова здесь. И папа с нами тоже здесь». Дина встала очень близко к постели и нежно погладила Пилар по руке. Когда Дина закрыла глаза, ей казалось, что Пилар была ещё совсем маленькой девочкой. «Как хорошо!» Взгляд Пилара задержался на отце, и она попыталась ему улыбнуться, но дыхание у неё было затруднено, и она время от времени закрывала глаза. «Привет, папа! Как Греция?» Похоже было на то, что у неё стала восстанавливаться память на происходящее событие, и вдруг она забеспокоилась. «Мне не хочется пить!» Дина посмотрела на сестру, которая, покачав головой, показала жестом. «Нельзя!» «Потерпи немножко, родная!» Дина продолжала говорить с неуспокаивающим тоном, пока Марк с муками отчаяния на лице стоял рядом. Он, казалось, совсем утратил дар речи, и Дина могла заметить по его глазам и дрожащим губам, что он с трудом подавлял в себе желание расплакаться. «Как дела?» Наконец он заговорил. И Пилар вновь сделала попытку улыбнуться. При этом она утвердительно кивнула. «Нормально!» «Но как может быть с ней всё хорошо, учитывая то состояние, в котором она находилась?» «Я... я ехала слишком быстро!» «Моя вина, папа, не твоя!» Она закрыла глаза и сжала руку Дины. «Прости меня!» Слёзы струились потоком по лицу Марка. Он тихо отвернулся. Глаза у Пилар оставались закрытыми. «Не беспокойся, дорогая, сейчас неважно, кто виноват, но твоя мама была права». Он бросил взгляд на Дину. «Мамочка!» Голос Пилар был еле слышен. «Шшш!» «Не разговаривай, родная!» Сестра знаком попросила их выйти. Пилар впала в забытие и не заметила, как они вышли из палаты. В этот раз они ходили взад и вперёд по коридору, не говоря поначалу ни слова. Почти машинально Дина схватила Марка за руку. «Когда, чёрт возьми, вернётся доктор Киршман?» Они сказали, что скоро. «Ты думаешь, ей хуже?» Дина кивнула. Она стала вести себя как-то нервно, беспокойно, тревожно. Но она разговаривает, и это хороший признак. «Возможно», — сказала Дина. Но в глубине души им стало страшно. Пока они расхаживали по коридору, он обнял её за плечи, и она не сопротивлялась. Он неожиданно стал ей нужен, так же, как и она ему. Он был единственным человеком, который понимал сейчас её, разделял её чувства, который знал, что она ощущает. «Марк!» Он взглянул на неё тревожным взглядом, но она лишь покачала головой. Слёзы струились по её лицу, и он молча угнил её. Ему не надо было ничего говорить, ни слова утешения, всего лишь соединить свои слёзы с её слезами. Они снова прошлись по коридору от начала до конца, и так раз семь или восемь, прежде чем присели отдохнуть на два стула с прямыми спинками. Глаза Дины потускнели от усталости. Она стала разглядывать краешек своей весьма помятой юбки, кремового цвета. «Ты помнишь тот день, когда ей исполнилось пять лет, и мы купили ей собачку?» Вспомнив об этом, она улыбнулась. Они посадили маленького щенка в ботинок и поставили его в шкаф пилар, приказав ей немедленно открыть дверцу и разобрать свою одежду. Пилар вся сияла от восторга, когда она обнаружила его там, выглядывающего из ботинка. Марк улыбнулся про себя, погружённый в воспоминания. «Я навсегда запомню её лицо». «И я тоже». Дина взглянула на него с улыбкой сквозь слёзы и взяла его носовой платок, чтобы высморкать нос. «Как странно». Всего лишь час назад они ссорились, и Дина намекала ему на возможность развода. Сейчас это не имело значения. Сейчас имел значение не их брак, а только их дочь. Чтобы не было между ними плохого, у них была их общая дочь – пилар. В данный момент Марк был единственным человеком, который понимал их чувства, а она была единственной родной душой, которая делила с ним страх возможной утраты. Они, казалось, держались крепко друг за друга, не отпуская руки, продолжая двигаться, говорить, надеяться и молиться, что пилар будет с ними по-прежнему. Она не могла умереть. Дина посмотрела на Марка снова, и он погладил её по руке. «Постарайся отдохнуть». Она снова вздохнула, закрыла глаза рукой, но прежде, чем она смогла ответить, рядом с ними возникла медсестра. «Доктор Киршман хотел бы вас видеть. Он сейчас у вашей дочери». Они скачали на ноги и почти бегом направились в палату. Он стоял у изножья кровати, попеременно смотря то на девочку, то на приборы. Казалось, прошли часы с того времени, как они вышли в коридор. «Доктор», – Марк заговорил первым. Доктор выглядел расстроенным. «Я хочу ещё немного подождать. Если ей не станет лучше через час, мы снова заберём её в операционную и будем думать, что делать дальше». «А что вы думаете?» Марк жаждал получить от него обещание, заверение. «Не знаю. Она держится. Сказать большего не могу. Он мог бы сказать им, если бы у неё был шанс. Но его не было. Поэтому он не стал рисковать. Вы хотите посидеть с ней немного?» «Да», – не раздумывая, сказала Дина и встала у изголовья Пилар. Марк встал рядом. Так они стояли почти целый час. Пилар спала, издавая странные, отрывистые звуки, время от времени шевелясь и, казалось, пытаясь справиться с дыханием. Марк положил одну руку на кровать, чтобы чувствовать трепет маленького тела рядом с ним, и не спускал глаз с лица Пилар. Дина держала её руку и ждала, ждала с надеждой. Час был на исходе, когда она проснулась. «Пить?» «Подожди чуть-чуть, дорогая!» Ласковые слова, сказанные шепотом, Дина подкрепила улыбкой. Она дотронулась до её лба, еле заметным движением руки. «Скоро, моя любовь! Поспи теперь! Мама и папа здесь, дорогая! Спи! Ты почувствуешь себя намного лучше! Очень скоро!» И тогда Пилар улыбнулась. Это была такая улыбка, которая, несмотря на все трубки у её лица, дошла до самого сердца Марка и Дины. «Я чувствую лучше сейчас! Я рад, дорогая! А завтра тебе будет ещё лучше! Мама права!» Голос Марка был мягким, подобно летнему ветерку. И снова Пилар улыбнулась и закрыла глаза. Через минуту появился доктор и кивком головы попросил их выйти. Когда они выходили, он тихо сказал им, «Мы будем сейчас готовить её к операции. Вы можете вернуться обратно через некоторое время». Он повернулся, и они вышли. Дина почувствовала, что она сейчас задохнётся, и ей, как и Пилар, придётся жадно ловить воздух. Коридор одновременно был и душный, и холодный. И ей пришлось держаться за Марка, чтобы не упасть. Было уже четыре утра, но никто из них не заснул ни разу за эти два дня. Она сказала, что ей лучше. Марк держался за эту хрупкую надежду. И Дина согласно кивнула. «Мне показалось, что цвет лица у неё стал лучше». Дина хотела что-то ответить, но в самом конце длинного коридора появился доктор Киршман. Он направлялся к ним. «Дерьмо! Ему следует оставаться с Пилар, чёрт возьми, а не искать нас». Марк пошёл ему навстречу. Но Дина остановила его. Она уже поняла и схватила Марка за руку. Она поняла и не могла больше идти. Мир только что прекратил своё существование. Пилар была мертва.